дорогие друзья мы в малоярославцев музей назад ссср вот леночка она у нас сотрудница чубака на заднее сиденье я накрою наша чубака видишь она все дербанит полотенце вполне вероятно что там есть еще хочется кормить нужна мелкая мелкая рыба я тоже прочитала я могла и ночью найти только червяков и накопала но она отказывалась хотя бы но в природе я думаю встречается и на них едят поэтому принесли ночью люди подобрали возле пруда вот ведь у него крыло в крови это сейчас я при приеду домой и тогда уже с вероникой будем разбираться и так где работать здесь профиль леонида ильича статуя здесь у нас сейчас ведутся работы перестраивается много вот строится вольер для животных очень хорошо так а я нашли носки енот и носки там даже 2 и носки а здесь рассказываю здесь у нас разгорожено потому что часть будет под птиц часть поросят а там у нас же декоративный поросят коллекцию овцам обидеть вот мы гол-год не были у вас какие изменили это ночью видите у нас нашелся добрый человек родился Владимир Ильич тот человек неравнодушный кто хотел бы вот видеть что музей развивался и вот эти две у нас скульптуры появились мельница это тоже подарок Шерчнев Владимир Семенович выделил средства на то чтобы построил арт-объект ночью она крутится еще запланировано чтобы на подшипнике Виктор Федорович хочет посадить сам лопасти чтобы дети подходили могли за веревочку потянуть и она крутилась но это в будущем так машины у Иоанна Федоровича огромная коллекция старых раритетных автомобиль это кстати тоже недавно свежее приобретение потому что это на ПМК было если не врут какая-то организация случился пожар и после пожара он ее выкупил самое интересное что он хотел выкупить ее пока она была даже в целом состоянии ему не продавали машины тоже ждут новшества потому что видите плиты завезены вот они лежат у нас будет под каждой машиной плита отдельно будет все у нас сделано вот надеемся что получится работы ведутся это тоже нашелся добрый человек что на себя все это взял как раз добрые люди есть которые видите помогают музею у нас еще в планах реализовать план переделать посмотрите какая будет территория полностью здесь будет большой стоит денисный стол тоже для всех там в углу будет песочница сделана для ребят поменьше пойдемте посмотрим наши дальше достопримечательства кафе будет открыта кафе летнее оно у нас в прошлом году кстати работало мы планируем в теплое время запустить тоже потому что людям интересно приходят отдыхать приезжают издалека здесь идут работы поэтому не обратите внимание для рабочих здесь делают душ у нас тоже кричат у вас бардак на территории а также материал сложен он сейчас не нужен но пригодится пригодится вот еще у нас смотрите как приносит экспонаты которые ждут как раз вот когда они кстати мы самое главное вы не сказали что музей в принципе большинство экспонатов это подарки людей я тоже дарил вот какой хвост видите у человека они завтрака так у нас индюки мальчика оба такие красивые фазаны фазан серебряный вон там золотой коричневый охотничий вон там сидит наверху рядом с павлином павлина у нас здесь три штучки мальчик две девочки одна мама дочка вот это пара позапрошем уже году получается вот обзавелись птенцом этот птенец вот вырос такой красивый но поскольку они не высаживают его и не высиживать яйца их пришлось класть в оккубатер из шести штук только один птенец у нас выклюнулся но потом оказалось что это нормально в общем-то практика у них в принципе очень редко вот и птенцово кормили наши сотрудники с ножички фаршем потихонечку то есть очень долго не можно снимать на птичек внимание у нас птички все с историей вот нам люди приезжают ругаются говорят почему у вас ворон все с другими птицами Виктор Федорович говорит а что вам сделают давайте я его выброшу нам люди принесли видите ворону инвалида и вот потрепали собаки у него крылья объедены летать она не может хвоста нету но она подружилась со всеми нашими птицами она контактная она компаниейская она приходит люди приходят в гости видите она приходит первая здороваться она каркает кланяется но выражает вот такой привет не привыкать я театральный режиссер и чтобы на минуточку вот приедет матюшина вот она вам скажет мальчика и девочка у нас появился зимой хозяин его попал в больницу гуся у него единственный был гусь сердечный пришел по моему уже обратно в частный дом не вернулся остался в квартире очень переживала свою птицу и он на Виктору Федоровичу позвонил сказал приедьте пожалуйста тот сам поехал в подмосковье забрал тогда еще гусенка привез к нам мы переживали как-то другие примут ничего все отлично у нас видите как ковчег получился все живут мирно это кстати счастье потому что нам говорят что птицы дерутся но у нас самая хулиганская как раз ворона вот такие вот следы на его хвосте это ее бродилки но почему-то только вот индюк ей не нравится индюка оба она треплется хотя вот китайский шелк выходит видите даже не общипаны ни разу их она не трогает вообще совсем вот оно западение сейчас состоится да вот она такая хулиганка да утки тоже живут мирно это прям прайд из уток он в уголке это Лео его нашли москвичи пара взял семейный от города и нашли инвалида утенка инвалида в прошлом году не крайне зеленой головой а который туда ближе у него там нога деформированная такое видно тоже под рану ну и привезли говорят если выживет то выживет ну взялись выхаживать выкармливать он ходит хоть кривенько но ходит вполне себе веселый живой поэтому конечно же ну принимаем и Вика все еще у нас добрая душа и в принципе все сотрудники жалеют кормят любят лечат так что у нас видите компания такая хорошая подобралась быстренько по музей пройдемся сейчас в эту трубу мы наблюдаем создателя музея Виктор Федорович здравствуйте дорогой мой самая главная друзья мои вот эта надпись вот музей бесплатный то бишь музей существует за счет пожертвований которые сами люди оставляют и или же находятся меценаты которые помогают его федоровичу его дружной команде содержать этот музей привет пойдемте сюда пойдем покажем а я уже мы уже прошли да можно да сейчас я постучу там а пойдемте енотов посмотрим да 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 мы же сюда передавали енотов енотских теперь у нас два енота потому что который по городу шлялся и нам кстати все время предъявляли что это наш не пошляется но нет ни фига подобного это был чей то и мы объявили а он в домике он спит видно полку ага степочка степа 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 ага скажи ночью приходите а храп раздается вот и второго енота все время нам говорили что это типа наш бегает по городу а оказался просто чей то енот сбежал потом пришел к нам ближе к зиме когда он уже проголодался Виктор Федорович его это самое изловил я могу показать вчерашний год а хорош степашка а вот здесь два таких животных и вот этого енота второго мы забрали посадили и всем недоброжелателям которые нам пытались обменить что это наш енот бегает мы показывали вот глядите второй и вот там сделаны два домика вот один в одном другой в другом тусят никто никому не мешает у нас произошел демографический взрыв и было четыре енота а стало девять ух ты пять штук молодежи уже уже а так как голуби зайцы давайте вылезайте что-то вот утром все спят плохо а вот они тоже как раз храпят ладно пойдемте как раз по музейам они пошли в чужихсях идем идем пошел следующий день у нас здесь мисочки стоят здесь у нас тоже есть и сантеи на территории так что не удивляйте и так здесь здесь построена печка и санат и санатом бандера проходим так Маруся включаемся вытащить вам Маруся показать вам? не надо нам Маруся показывать мы ее и так видим Марусеньку почему? вон она вон она она чудесная сейчас я ему ее добуду ну че понимаете красотуля вот кстати бабочек попугайчики рыбки вот такая лапа вот кормить ее надо с руки вот так делаем она рот открывает и кладем еду перед ее так приучили все сама она не желает есть намекает давайте там же пьют вот такая у нас Маруся можно спустить она чуть-чуть выходит давай Маруся все домой хочешь она знает где еду ориентируется в тачке но там тепло там гораздо теплее там всегда у нее 26 градусов поэтому она обратно домой отвелся она у нас чисто вегетариальности вот нам люди приходят и говорят о это наверное жучков там ест или там мясо надо кормить ничего подобного кто кормит их как неправильно они не в дольше года они живут отказывают почте а в неправильном питании растительной пищи они живут до 15 лет а то и дольше вот зайка ждет покажем кто их посмотрит ура здесь у нас палочник живет тоже люди принесли покажу вот он как раз всегда в неожиданных местах оказывается так ну он просто спокойно парит здесь здесь у нас муравьиная ферма на своем шагу кто-нибудь доживет вот они муравьи тоже закрытая в общем то у них своя экосистема там интересно что они всегда количество они контролируют сами ни больше ни меньше давай 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 вон там тоже живность рыски тоже пошли печьку посмотрим пойдемте пойдемте ну и у вас очень классный здесь печкой мы же тогда когда приезжали к вам последний раз у вас был только а стол стоял да да вот у нас здесь русская изба иконы в красном углу и вот эта печка она настоящая она рабочая ее специально может быть у нее чуть-чуть меньше размер вот по причине того что небольшая комната но лежанка она обычно была где-то в районе двух метров потому что я вот помню по деревне сам на такой печке в детстве лежал у дядьки у моего в деревне там печка была такая двухметровая если здесь у нас предметы быта утварь комут а там женский вот там женский это где потому что по всем правилам делали избы мужской угол красный угол а там сзади женский женский должен быть гораздо шторочной так что ей всегда теперь можно сказать женщина знает свое место это все потому что вы мужики вышивать не убьют это вот настоящие прялки у моей бабушки тоже была такая же прялка настоящая и она нам постоянно вязала вот кто не видел ну зрители нашего канала они чаще люди более взрослого возраста они знают что для чего и как вот там утюги угли углиные да там и слабойка интересная сама эта сечка рубер ну вот здесь у нас зал для регистрации Екатерина Варженов и Радищин наши земляки перегорели обор вот сувенирная лавка и здесь мы собираем вещи для фронта вот сбор вещей для общественного движения помощь фронту все привозят сюда здесь мы упаковываем Лена разбирает упаковывает подписывает детские взрослые такие такие все потому что помощь фронту вот это движение они собирают отдельно для воинов отдельно для госпиталя отдельно для местных жителей Донецка и Луганска здесь сувениры и вот очень интересный подарок москвичи Сергей и Лена они еще и Людмила они еще не до конца сделали железная дорога она метр на два светится вся ездит но еще чуть-чуть не доделали вот они приезжают по выходным уже полгода как делают это дорогой подарок это очень конечно да такой масштабный а здесь наши художники подают картины сувениры посвященные нашему музею не только наши здесь есть и московская пожалуйста Полина Романова а сувениры Юрий Шерф это вообще человек с таким уже мировым именем у меня во всей стране вы сайт создали? конечно я просто хотел сказать что можно зайти посмотреть не вот эту мою вибрирующую съемку а группа ВКонтакте здесь у нас тир да вот у нас тир я вам показывал объявление на этом самом вот пожалуйста можно приехать купить пулек и пострелять или там похвастаться своей меткостью ну здесь же естественно форма солдат советской армии и офицеров пардонте советской армии вот это вот коллекция кукол подарок нам подарили куклы народу гравитационные каждая область имела свои наряды костюмы национальные вот они парфоровые куклы причем там они еще и по регионам даже в одном регионе отличались вот Калужская область видите в каждой кукле описание подробный журнал есть где рассказывается о каждом предмете вот так Калужская область наряд доверяется вот пожалуйста праздничный костюм Калужской губернии ну а здесь огромнейшее количество всего чего только не попая все что когда-то использовалось в Советском Союзе в быту все это что-то либо подарено либо приобретено Иваном Федоровичем самим и выставлено здесь в музее Виктором Федоровичем Виктором Федоровичем Виктором Федоровичем Виктором Федоровичем А сама расскажите о самых редких экспонатах ну здесь очень интересно из экспонатов вот допустим похвальная грамота мы привыкли что из гимназии например с Ульянова гимназист вот так выглядел похвальный лист до реальцион это у нас в городе Монороставцы давался 1911-1912 год это больше ста лет назад вот так выглядел паспорт очень интересно у нас всегда кто приезжает с киносъемками это всегда смотрит восхищается удивляется дело в том что вот такой паспорт давался тоже у нас в Морославецком уезде это 1888 год фотографий не было это вот солдатка шел на побывку давали такой паспорт вот просто вдуматься приметы лита 32 в рост 2 аршины 6 вершков волосы брови русые глаза средние серые нос рот подбородок средний лицо чистое вот представить себе человека вот конец фотографии по описанию очень сложно прикольно все смотрят восхищаются потому что это все интересно вот вот такая чернильница очень редко значит макали и вот чтоб не было клякс вытирают да а вот на этот телефон нельзя было скинуть смс да 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 я вот так вот да 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 покажу людям потому что немногие досмотрят этот ролик до конца нас я все время ругаюсь ну как бы про себя что аквалант настоящий подстаканники посуда магнитофоны но это уже как бы это вот такое привозили из японии я такой проигрыватель был вот такой вега есть фотографии вероники вот на этом велосипеде здесь мотоциклы бмв настоящий в принципе ну вот кто захочет или кто будет проезжать малорославцы добро пожаловать здесь вас встретят приветят и самое интересное музей бесплатный да музей бесплатный я уже на это акцентировал внимание у нас есть туалеты поэтому как говорится приезжать на весь день да приезжать по выходным в кафе работает а у нас вот у нас туалета нету нет по музеям по сельским городским туалеты дефицит да туалеты дефицит да ну все заканчиваем на Владимира Семеновича вот это наглядывать вот здесь искать пожалуйста да нам сможем найти отель это что это ну что это то это да это